йоу всем привет мы снова вместе с вами мы это я мурат валентин и дима и мы снова в улгутском районе дома были там но прошлый раз мы не все сняли вот продолжаем наше приключение и съемки все мы трое вооружились nokia 7 плюсами вот дима покажет что nokia 7 плюс вот у нас всех nokia 7 плюс и ну и gopro который мы снимаем чё поехали поехали короче вы завернули в сторону деревни джалут и там находится джалутский монастырь википедии утверждает если другие про другие храмы мы даже фотки не могли найти то тут хранится прям фоткой все нормально то есть монастырь все-таки существует вот смотрите какой у нас вид на зеленые горы деревни джалут вот камера снимает time-lapse попытались найти на google maps и маршрут но маршруты не найдены а у нас есть видео мы с ними были в Азербайджане и вот такие вещи мы снимаем и смотрите какие-то интересные вещи мы снимаем в этом видео мы снимаем в видео Смотрите, смотрите, смотрите. Наверное, желаемых. Хартеда не смотря, хартеда не смотря, хартеда. Он такой, теперь мы увидели, что-то в Мухаз. Отдых материала. Держи, держи. У них нет, нет. У них нет. У них нет. Ну вот. Ясно, не было. Ясно, нет. Ясно, бес Luу. Мы вон там где-то верно. Ради это верно. Это верно? Ясно. Ясно, мета. Ясно, мета. Она восемь. Заходом. Да, я с ним дороже. Заревня Джалут находится в шести километрах от районного центра, справа от трассы Огус-Шики, у подножия Большого Кавказа. По переписи населения Шикинского ханства в 1824 году в деревне Джалут проживало 1048 человек, из них мужчин было 542, а женщин 506 человек. А уже по результатам переписи населения Азербайджана в 2009 году в деревне проживало 1016 человек. Население занимается садоводством, животноводством и овощеводством. В деревне есть детский сад, клуб, библиотека, почта, поликлиника и средняя школа. Именно ученик этой школы по имени Вюсал и решил помочь нам добраться до самой главной достопримечательности этой деревни. Субтитры создавал DimaTorzok Прошло несколько минут и мы под чутким руководством экскурсовода семиклассника Вюсалла дошли до Джалутского монастыря. Природа вокруг. Прекрасная зелень, оранжевые, желтые листья, дуба. По-моему, клёна. А, ну клёна. Дима больше разговаривает, смотри. Любители Гербарии, ставьте лайки. Действительно, без Вюсалла мы вряд ли бы смогли бы найти этот монастырь. Комплекс спрятался между нескольких десятков деревьев. Джалутский монастырь – это комплекс, построенный в 5-6 веках, включавший в себя албанскую церковь и дополнительные здания. К сожалению, с тех веков до наших дней сохранились только развалины дополнительных зданий. Как обычно, около церкви есть разрушенные вот такие построения. Скорее всего, это были, может быть, старое здание церкви, а может быть, какое-то прицерковное здание в виде амбара, склада. И вот, скорее всего, это какое-то здание разрушенное, потом уже никем не восстановленное. Если сама церковь была восстановлена, то вот это здание, оно уже никому не нужно было. А сама церковь была восстановлена в 1811 году. И, скорее всего, после восстановления уже стала православной. Об этом можно судить по двум иконам у входа. На одной из них изображен распятый Иисус, а на втором – Святая Мария. Церковь сама немаленькая, длина ее 6, высота 4,5 метра. Высота стен составляет 2,5 метра. Изучавшая церковь Кюльчохрам Амедова утверждает, что западная стена была частью разрушившейся албанской церкви. Снаружи кажется, что у церкви маленькие окна, однако, когда заходишь внутрь, замечаешь, что эти окна в союзе с солнцем делают внутрь светлым. Также много света попадает с северного окна над алтарем. Что, как внутри? Внутри неплохо. Ну да, я уже сразу с ухода вижу, что по сравнению с тем, что мы видели раньше, действительно сохранилось. Просил сказать что-то в камеру, я уже один раз сказал, сейчас здесь второй раз повторю, то, что такое ощущение, как будто она была заброшена не так давно, как будто 50 лет назад была заброшена. Хотя по истории она минимум 200 лет не исполняется. Пишется, что типа в пятом веке была построена, потом была разрушена, в период Российской империи была восстановлена. Ну видно, да, эти иконы точно имеются. Да, и кстати, если обратить внимание, вот эти складные помещения и комната для молебена, характерны во всех албанских храмах, даже те, которые разрушены, но что-то сохранилось. Действительно, как сказали ребята, как будто церковь была восстановлена недавно, однако это не так. Причиной ее такой сохранности является ее трудноватая доступность, а также ежегодные субботники, которые устраивают волонтеры от регионального развития. Ну что, мы уже уезжаем от Джалутского монастыря. Сейчас подведем такие краткие итоги, несмотря на то, что церковь была построена 5 века, потом была отреставрирована и пережила советский период. Кстати, это удивительно, да, Дима, в период, когда шла борьба с религией, она как бы не была заброшена, а еще реставрирована. Какой период? Если после 45-го года, то после 45-го года вплоть до Хрущева была религиозная отчетка. В общем, мы не разочарованы, это самое главное. Да. Сравнительно легкая дорога до самого монастыря. Мы вовремя нашли хорошего проводника в лице мальчика. Спасибо тебе, Бусал. Вот. Ну, можно сказать по-звотянски. Чего Бусал, Бусал? Вот. Ну а насчет монастыря, очень много вопросов, как всегда, очень мало ответов. Отправляемся дальше, в деревню Фильфили, к развалинам Сурхайхан Голосы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, мы уже на территории деревни Фильфили. Вот. И узнали, опять же, нам сегодня помогают только маленькие мальчики, да, школьники. Узнали, что вот надо ехать по такой дороге, завернуть куда. И по его словам, безымянного помощника, мы ими не узнали, впереди нас ждет застава. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Короче, нас не пропустили, проверили наши документы. И... Вот сейчас записывали марку машины, номера машины. Да, фамилии ребят, имена, отчество. Короче, нас не пропустили, командир части не разрешает. Видимо, они в духе. Ну что же, вот завершился наш сегодняшний день. Из поставленных целей, к сожалению, не удалось посетить все. Ну и даже одна достопримечательность, это... Какая-то хоть эта, да? То есть... Вополнение в нашей коллекции. Да, вополнение в нашей коллекции. Мы теперь можем с гордостью сказать, что вы были там. Вот. По паре, радиус 300 метров. Кажется, у Хайхан нас. Да, ну, к сожалению, без всяких объявлений причин, нам запретили, не дали пропуск. Вот. Будем надеяться, что когда-то мы еще раз поедем и посетим, наконец, эту крепость. Мы проделали путь в 15 километров туда и обратно для того, чтобы за 300 метров до крепости нас развернули обратно, без объяснения причин, не пустив на нашей же территории подъехать к ней поближе. В начале, к счастью, завтра будет пониже должности. А солдаты не понишут, а они все-таки это... Выполняли приказ. Приказ, да. Чтобы вас не наказали. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. С вами были... Мурат. И Дима. Слушай, Дима. Всем пока. И спокойная ночь. Да. Ух. 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 Ух.